Привет друзья! Сегодня у нас специальный выпуск. Мы сегодня едем в поездку по Антарищине. Антарио это канадская провинция, очень большая, размером наверное с две Франции. За рулем сейчас мой компаньон Александр, который пожелал оставаться за кадром, но это правильно, ему нужно везти автомобиль. Ну а по ходу дела я тут буду рассказывать, что мы видим, зачем мы едем. И у нас в запасе есть несколько интересных историй. Как видим, окружающий ландшафт практически ничем не отличается от белорусского, российского. И основное отличие это, пожалуй, качество дорожного полотна. Да и с ним, по-моему, тоже все, так сказать, все одинаково. Какие-то постройки. Ну и самое главное, конечно, основное отличие это надписи на дорожных знаках. То есть вот если бы не они и не номерные знаки впереди следующих автомобилей, то есть полная иллюзия того, что мы едем где-то, я не знаю, в Минской области, короче, или под Смоленском. Цель нашей поездки посетить одного человека, который дал объявление о продаже всяких интересных вещей. Саш, что именно тебя заинтересовало в этом объявлении? Ну, у человека есть масса всяких радиотехнических устройств, приборов. Нет, ну приборы там всякие. Мне интересно, там генераторы там у меня какие-то старенькие есть. Ну, также там всякие колонки, бобинники есть. То бишь, старенькие там всякие бобинки. Ты еще говорил, что там лампы есть. О, ну лампы, да. Ну, лампы меня как таковое не интересуют. В общем, мы направляемся к владельцу трейлера, у которого полно, судя по фотографиям, разной техники и которую эту технику... И винтажную технику, да. Саш, она не только винтажная, она просто старая. Старая. Да, пока мы смотрим на зимний канадский пейзаж. У нас недавно было очень много снега, но здесь огромные перепады температур. Было там типа минус 20, потом было плюс 7, все остаяло. И вот сейчас опять минусовая температура. Мы проезжаем через небольшой городишко. Разумеется, он сейчас спит. Несмотря на то, что это уже полдень, на улицах никого нету. Сегодня суббота. Все нормальные люди сидят дома и только что попили кофе и начинают обсуждать виды на урожай. Как видим, пейзаж совершенно уныл, но слегка отличается от сельской местности бывшего Советского Союза. Из чего состоит канадский город? Обязательно будет банк, почта, кофейня с кофе, пару ресторанов. А, ну да, ратуша, LCBO. LCBO это магазин, в котором продается алкоголь. Церковь, разумеется. Доллараба. Да, Доллараба. Магазин Доллараба это все по доллару. Ну, то есть там продается всякая мелочевка, которую обычные магазины даже, в общем-то, и не продают. Так, мы тут церковь проезжаем. Здесь был раньше вокзал железнодорожный, но железнодорожные пути разобрали и продали металл в Европу. Что, Саш, ты хотел сказать? Да, еще одна церковь, тут их много. Фудлэнд. Это огромная сеть продуктовых супермаркетов. Вообще, я люблю дорожную съемку. Несмотря на то, что она получается неказистая такая, унылая, в общем-то. Зато в ней огромное количество деталей. Потом, если пересматривать, можно нажать на паузу и что-то рассмотреть. Ага, вот магазин LCBO. Значит, в этом магазине продается алкоголь. Вообще, интересная вещь. В Канаде монополия провинциальных властей на продажу алкоголя. И сделано это было так, чтобы алкоголь продавался под наблюдением специального комитета и только в специальных магазинах. То есть, вы не можете пойти, например, в продуктовый супермаркет, взять хлеба и бутылочку обезжиренного кефира градусов так под 40. Нет, нужно пойти в специальный магазин, у которого определенные часы работы и только там можно купить алкоголь. Поэтому, когда у нас собирается, происходит собрание аудиоголиков, мы заранее посещаем этот магазин и выбираем наиболее подходящие для нас купажи. Удивительно, что сейчас у нас самый популярный коньяк это Арарат пятизвездочный. Он официально поставляется в Канаду и он прекрасен. Конечно, покупать алкоголь в магазинах CTL, CBO это не дешево. Но это как бы цена стоимости здоровья нации. Канадские власти посчитали, что лучше вся продажа алкоголя будет под их контролем. Поэтому, покупая алкоголь в такой сети, а собственно больше купить-то и негде. Государство Антарио надеется, что никто не отравится, что туда не поступит никакой контрафакт. И там существует специально закупочный отдел, который дегустирует все эти вещи и покупает только, я бы не сказал, что самое лучшее, но допустим оптимальное с точки зрения цена-качество. Обратной стороной такой системы является то, что в один год что-то привозят очень хорошее из каких-нибудь хороших стран, хороших годов, хороших урожаев. Оно пару лет продается, а потом оно уже пропадает и больше никогда не появляется. Еще можно отметить, что ты можешь прийти в магазин LCBO с бутылкой двухлетней давности и сказать, ребята, я хочу вот это вот вино, и тебе его привезут. Да, и это будет спецзаказ, то есть большие шансы того, что тебе это привезут. При этом, если какой-то клиент, покупатель очень часто приходит с одной и той же бутылкой, то потом эта сеть может сделать выводы и заказать, наконец, большую партию, чтобы она опять появилась на полках, а не мучиться только со спецзаказом. Ну, во всяком случае, мы верим, что эта система работает так. Были прецеденты. Ну, а мы продолжаем движение по сельской местности. Пока ничего примечательного здесь нет, только фермерские владения. Зима во всей красе, но, как я уже говорил, снег стаял, его практически не видно. Кстати, вот этот дом из, ну, дом сруб, нет, это не типичное жилье в Канаде. Вообще, многие люди, у них было представление о том, что люди с пёсими головами в Канаде живут в домах, сделанных и сложенных из бревен. Он нет. Типичный канадский дом, он фанерный. Поснимаю немножко придорожные дома, чтобы было хоть какое-то понятие о том, в каких домах живут люди. Так. Опять мы проезжаем через небольшой населенный пункт. Впереди заправка Shell. Что интересно, я вообще предпочитаю заправляться только на заправке Shell, но в последнее время на сети Костка. Существует поверье, что на бензине Shell автомобиль проедет больше километров, допустим, километров 10 на баке, чем на любом другом бензине. Возможно, это суеверие, но считается, что бензин Shell самый лучший. Хотя цена у него, в принципе, такая же, как и у остальных, правильно? Саш, я знаю прекрасную историю. Ты мне ее несколько раз рассказывал. Но я бы хотел, чтобы ты ее рассказал на камеру. А это история о том, как во времена всеобщего дефицита ты добывал ленту для катушечных магнитофонов. Вообще, расскажи, что это был за материал? Откуда он взялся? Ну, это была лента, магнитная лента. Но тогда это еще где-то в районе, ну, там, конец 70-х, начало 80-х. Были такие вычислительные центры. Огромные-огромные там дуры стояли, такие машины. Ну, которые там занимали площадь, допустим, 200 квадратных метров. А по мощности она была там равна хиленькому компьютеру. Ну, неважно. И вот у них были огромные магнитофоны, на которые скидывали информацию. Данные. На которые скидывали данные для электронных вычислительных систем. Они были шириной, ну, я не знаю, сколько там, сантиметров, наверное, 6-8. Так. И очень, но она была очень толстая. Была когда-то у нас лента тип 10 и тип 6. Так. Тип 10, ну, это на лавсановой основе, да, она тоненькая была. А тип 6 это была какая-то там, черт-то знает, без основы какой-то. Не помню уже, как она называлась. Но она толстая была. Так. Так вот эта лента с этих магнитофонов, она была гораздо толще 6-го типа. Но она вроде как была на лавсане. Но она очень толстая была. Ну и широкая. Ну и как? Мы делали специальные резалки. Из чего? Так черт-то знает. Там, ну, неважно из чего, но посередине мы вставляли лезвие отбрызг. Так. И вот там такая специальная крутилка была. Чтобы эту ленту протянуть. Да, протяжка. И вот мы крутили ее, там раскручивали. В общем. Извини, Саш, а вот это фермерское угодье. Здесь живет и работает фермер. Обычно фермеры люди очень зажиточные. Очень. И зимой им нечем заняться. Поэтому многие из них водят школьные автобусы. Извини, Саш, продолжай. Резали, значит, на сколько, и сколько из одного моткап? Да я черт-то знаю. По-моему, на 4, на 3 или на 4 ленты резали. Не помню уже точно. Но так как она ничего не плохая по отдаче была. Она была очень толстая. И она сжирала головки. Ну, как нажимая бумага, да. То есть, получается, что если ты использовал такую ленту, то износ головок был ужасающим. Ужасширил. Вообще. Хорошо. Ну, хоть что-то можно было записать? Не-не. Она отдача неплохая была. Да. Это самое. Ну, говорю, она очень толстая. Ну, и резалась она. Да, пока вот этот агрегат для резки был новый, она еще так более-менее сделана был получше. А чуть он раздалбливался, а начинала ползти ширина. И, знаешь, то уже, то шире. И она там, короче, начинала застревать на роликах, на этих, на лентопротяжке. Ну, в общем, это... И снова здравствуйте. Друзья, мы направляемся уже назад. К сожалению, владелец оборудования, которое мы смотрели, не разрешил нам съемку. Но, что мы увидели? Мы увидели огромное количество усилителей, радиоприемников, кассетных магнитофонов, катушечных магнитофонов примерно годов 60-х до 70-х. И плюс к этому огромное количество усилителей, усилительной аппаратуры, ламповой. Причем ламповое оборудование было гораздо старше. В каких годах, Саш, примерно? Ну, начиная с 50-х. И там еще гора всякой измерительной аппаратуры. Именно тоже тех же годов, где-то в районе 60-х. Страшное просто количество. К сожалению, из того, что мы увидели, нам очень многие вещи понравились. Но из-за огромного количества хозяин не смог сказать, какое оборудование рабочее, а какое нет. Вот, поэтому мы посмотрели некоторые вещи, договорились о том, что, может быть, когда-то в будущем, когда будет немножко потеплее, мы приедем, и он для нас отберет экземпляры, которые, по его мнению, работают. Ладно, мы продолжаем свой путь. И у нас в запасе еще... У меня в запасе еще один вопрос для Саши. Так, проезжаем деревню очередную. Вот так выглядят типичные маленькие деревни. Надя. Дома отделаны сайдингом. А вот здесь продаются сарайчики. Ему надо, можно подъехать и сразу увезти готовый сарай. Это все на продажу. Вообще смешной репортаж получился про сарай, про снег. Ладно, вернемся к нашим аудиоделам, да, Саш? Саш, я знаю, я от тебя слышал когда-то интересную историю о том, как ты работал на производстве, и ты видел целый цех чего? Расскажи, пожалуйста. Да нет, ты, наверное, немножко не понял. Не на производстве. А когда-то, значит, ну, еще где-то в середине 70-х годов, там, или к 80-м поближе, я уж не помню, что купил первый свой бобинный магнитофон. Так. А поскольку все они были в те поры дефицит, то какая-то комета была, причем она горизонтальная была, не вертикальная, а горизонтальная. Какой максимальный размер катушек могла взять? Да, и, значит, 350, что ли, метров, не 500 метровые, как обычно были, они эти меньше были. В общем, ну, уродство, мягко говоря, на них концерт не влазил. Ну, в общем, короче говоря, ну, и они настолько были убого сделаны, что через какое-то время там начало что-то ломаться, да она мне не устраивала. Я ее потащил вроде как на ремонт, притащил, они мне что-то там поделали назад, я опять притащил. Короче, они сказали, так, мужик, давай, вот на тебе его магнитофон, этот самый, он у нас побыл. Ты хочешь ждать? Да, все, забирай, через неделю привезешь. Значит, это самое. Я, значит, забрал его, попытался его включить, думаю, он уже не работал, там же они там, видно, сняли. Все, через несколько он у тебя пробыл? Да, черт-то знает, ну, несколько месяцев. Ну, и вот, ну, и через неделю, как обычно, притащил его, все, они мне оформлены документы, все, в магазине там деньги, чтобы забрать. Ну, и говорит, ты заходи туда, вон там этот самый, поставь его туда, в ту комнату. Ну, я пошел в эту комнату, это комната, значит, наверное, метров 30 квадратных, и, ну, и высотой, наверное, метра два с половиной. Она была полностью битком набита этими кометами. Прямо вот они, как кирпичи, лежали, вся комната была полностью битком набита этими кометами. То есть, имеется в виду бракованными кометами? Одной и той же модели, я правильно тебя понял? Да, 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 именно одной и той же модели. То есть, я так понимаю, что после этого ты комету обходил стороной, да? Я вообще, ну, потом я себе через какое-то время купил маяк, тоже были. Это магнитофон, магнитофон-приставка. Приставка, да. Катушечный. Катушечный, да, он тоже вертикальный, ой, горизонтальный был тоже, ну, вроде как он получше, ну, к нему надо было усилитель, ну, как монофонически он работал, ну, и как это самое можно было там... А, кстати, извини, Саша, вот знак интересный, снегоходы. Значит, здесь, в этих местах, там, где такие знаки стоят, можно ожидать появления снегоходов. И что характерно, в Канаде это самый травмоопасный транспорт, у которого огромное количество происшествий, потому что на снегоходах в основном ездят люди из сельской местности, сходили в пивной магазин и по пути домой могут попасть в неприятности. Ну, хорошо, а магнитофон-маяк тебя подводил таким образом? Нет, нет. Importance это сеть кофеен в Канаде, которая очень популярна. Дорожная сеть. Она не только придорожная, она вообще, так сказать. Она и городская сеть, она любая. То есть у канадцев, некоторые канадцы, они вообще начинают, вот она сейчас, они начинают свой день с того, что они приезжают в Тим Хортенс, drive-in, то есть не выходя из машины, они... Типичная ситуация такая, у человека, одной рукой он держит мобильник, второй чашку кофе, я не знаю, коленями ведет автомобиль. Сейчас мобильник уже не держит. Я знаю. 300 баксов штраф. Очень много усилий сейчас Канада делает для того, чтобы водители не пользовались мобильными телефонами во время управления транспортным средством. Одно время они очень сильно штрафовали, и сейчас штрафуют. То есть если где-то увидят, что человек едет и к уху приложен телефон, беда-беда. Так. Через этот городок мы уже проезжали, появились первые люди, вот они уже покушали, надо пройтись в винный, в виноводочный магазин, почистить снег. Вопрос такой, Саша, система мечты. Давай поговорим о том, вот представь себе, что у тебя есть абсолютно неограниченный бюджет, у тебя есть целый, я не знаю, квартал с магазинами, любой техники, какой ты хочешь. Ты не ограничен ни в чем, только фантазией, чтобы ты, какую бы систему ты себе собрал. Не знаю, Петя. Вот что, это самое, то не знаю, потому что, ну как тебе сказать, если бы ты меня лет 10 назад спросил, ну да, я бы может, а сейчас я уже перестал следить, что там такое дорогое, оно мне, ну честно говоря, мне дофиг не нужно. Ладно, я думаю, я думаю, что мои зрители, если такие вообще есть, они уже давно спят, очень хорошим, крепким сном, я рад тому, что мы с тобой поговорили, обсудили какие-то вещи, и теперь, Саша, их уже не вырубишь топором, они в интернете навечно, ты понимаешь, про то, как ты резал пленку, это уже навсегда. Да, ты уже спросил, сколько головок потом приходилось ремонтировать. Саша, и сколько же после этой прекрасной пленки приходилось ремонтировать головок? Куча. Куча. Ну хорошо, ты количество озвучь, пожалуйста. Витя, я не помню, количество, а если учесть, что достать головку в те времена было очень сложно, понимаешь? Да, в Москве, конечно, можно было купить где-то и прочее, а на окраинах, это вообще просто... Невозможно. Да, все шло через Москву, все из Москвы, только из Москвы. Ясно, понял тебя. О, ресторан Малибу, отлично. Я не знаю, кто был в Калифорнии, я лично на Малибу не был, но зато всегда, друзья, можно говорить, вот недавно вернулся с Малибу, съездил кофейка попить. Это было придорожное кафе. Ну что, друзья, большое спасибо за ваше время и ваше внимание. На этом я с вами сегодня прощаюсь. До новых встреч. И, как вы все помните, мы здесь говорим об аудио, об аудиотехнике, музыке, дороге. Мы любим звук и технику. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова